наши дорогие друзья глобалистические очень озаботились тем что уточки и курочки начали выклевывать дырочки в земле и получать чистую водичку им же нужно добавлять различные правильные химикаты водопроводную и бутилированную водичку не буду прям четко говорить какую фирмы в основном во все практически во все но есть некоторые которые еще как-то можно пить в некоторых странах но системы роспотребпозоров разных стран они конечно сильно озаботились здоровьем нации поэтому стероиды антибиотики это два просто необходимых компонента для того чтобы каждый двуногий баран лакал такую водичку из вот этих вот бутыли пяти и разно друголитровых а также в обязательном порядке из водоправки системы водоснабжения наши дорогие китайские американские друзья давно уже поставляют систему водоочистки и подготовки водички с астероидами и антибиотиками более того там стоят торсионные генераторы которые накладывают определенный энергоинформационный код на эту водичку для того чтобы люди по расписанию пердели кровь из жопы шла у них там кашляли они чихали и и всякие разные другие забавные приключения с ними случаются поэтому это очень удобно воздух солнце воздух и вода наши лучшие друзья вот водичку мы торсионными генераторами обрабатываем воздух передолетим ну а солнце используем для того чтобы запугать всех ультрафиолетовым излучением еще не может придумают что вот гавайи тоже солнце сожгло там линза случилось и вот лазер такой попал на гавайи и все сгорело случайно бывает ну что поделаешь все из-за вас дурачков климатически пукаете много там co2 выделяете много нехорошо все из-за этого вы во всем виноваты поэтому нам приходится теперь вас уничтожать уже понятно так вот в жизни все устроено тумпай как говорят тайцы вперед прорвемся через все эти глобалистические выперды к светлому будущему можно сказать и пощелкаем зубами немножко когда этих глобалистических говносранцев будут раздирать на площадях на котлет может быть и нам достанется немножко на вкусный фарш но это для тех кто мясоед конечно да те кто веганы ну не знаю ничего вам не достанется от наших вкусных глобалистов цифровая валюта это деньги центрального банка местные вообще любая валюта причем тут цифровая дорогие друзья ну что вы в самом деле шутите что ли а что фиатные деньги бумажки какое-то другое назначение что имеют даже монетки всю из одно из одного же производителя то один этих бумажек монеток цифровых активов и всего остального кто хозяин всего этого а это все лишь разные формы все и не более того а для чего нужны разные формы для более эффективного управления составом курятники чтобы кури были все посчитаны и делали прям а по свистку плясали джигу-дригу опс и все кури в мире начинают плясать джигу-дригу прям точно по свистку вот этих замечательных электронных станций а за электронными станциями такой рептилёша сидит такой у него там не пять пальцев на руке а 6 12 пальцев поэтому можешь сразу играть на вот этой вот клавиатуре управления и климатом и курями двуногими и всем подряд красавцы они просто покушал с утра филейки от толстожопого ребеночка запил кровушкой и сел себе за пультик не жизнью малина точно так же как и люди там сидят где-то бифштексик свиной навернули до с утра на горит шашлычка и пивасика блокернув и сиди себе перед телеком смотри раз на всякие передачи перед компьютером пиши прибегу те же тоже такие только кушают не свининку а жопки человеческие от цыпляточек в основном ну и попивают они винишки и не пивасик а кровь а так все то же самое никакой разницы таки рестораны с мясом людским есть такие которые в японии на других обязательно причем мясо толстожопых нужно брать обязательно на анализ осмотреть а если там какие нибудь вредные вещества то есть тоже маркировочку ставить органик например да вот если там двуногий веган всю жизнь там кушал картошечку да молодец такой веган хорошо органик а вот тот который из макдональдса не вылазит он только обратно на макдональдсе пойдет в макдональдсе и так там вы же знаете вкусняшечки делают искалую с двуногих вот круговорот говна в природе получит хорошо вкусно ладно дорогие друзья наша сегодняшняя умористическая передача безусловно кому-то сделает день более насыщенным ярким и веселым а кто-то будет ходить и жевать говно говно жует как обычно буду ходить и жевать говно периодически мне тут пишут вы владимир вот вы раньше раньше вы сидели там в голубой рубашечке или красной и вы таким культурным языком все такое нам говорили и уши мои были хорошие и не резало мне ушки не болели мои ушки а сейчас что ни слово то жопа говно и всякая такая гадость и мерзость из вашего поганого рта говорит все не могу все это слушать раньше вот могла слушать а сейчас горит не могу слушать а что же вы милые делаете тогда здесь человек который не может позволить другому человеку быть самим собой а мы разные в разное время человек не позволяет и себе быть самим собой люди все время кого-то из себя таращат и курчат для того чтобы другие говорили ой какой как кошенька хороший а вот он а другой вот татоша говорит плохой а кокоша хороший а татоша плохой татоша говорит нехорошие слова как оши не говорит плохих слов как оши очень хорош я хочу чтобы володя был кокошей вот это видели я такой как у меня есть хотите берите хотите идите мимо У вас есть своя тропа, где вы можете слушать правильные слова. В телевизоре вам скажут правильные слова, а здесь, на этом канале, вот то, что говорят, а вы уже сами считаете неправильной для вас и неправильной. И если у вас жопа вызывает истерику и невроз, и вы падаете в конвульсиях, у вас пена идет изо рта или из жопы, ну что ж поделаешь тогда? Тогда вам не место здесь, мои хорошие. Поэтому подумайте, там есть такая совершенно замечательная кнопка, она называется «Отписаться от канала». То есть и все, и вопрос решен. И дальше походите и посмотрите там, и политологов как грязи развелось разнообсеки. На любой вкус они вам расскажут самым правильным языком, чего хотите, о чем хотите и как хотите. Все, никаких сложностей. Чего же вы себя мучаете? Поэтому, дорогие друзья, у кого ушки розовые, как у маленькой кошерной хрюшки, вам тут делать нечего. Определенно совершенно. Ищите себе места, где вам будут сладкие песни петь. Прям в том контексте, в котором вы хотите дело услышать, таких каналов выше крыши. А вот здесь, вот такой я и есть, такой я и есть. И я не собираюсь меняться, подстраиваться под вас и вычеркивать из своего лексикона любимые слова, которые радуют так или иначе и меня, и многие христики. Ну слушай, да-да-да, никак по-другому не плывут. Привет из Украины. У нас недавно тоже за дождем. Крыша сносила, ураган, понимаешь? А что, просто так что ли свой харп настраивали? Вот эти, насраивали. Психопаты, глобались. Для того, чтобы управлять погодью. Настраили. Молодцы. Теперь могут делать все, что хотят. Владимир, какие сферы стоит изучать? Что может пригодиться в будущем? А очень простые вещи, дорогие друзья, элементарные вещи. Представьте себе, что вы ушли из города. Взяли и все, и ушли из города. В чащу. В жизни, как в темной чаще, каждый чуть-чуть пропащий, как заблудившиеся дети. Ищут друг друга слепо, словно в бреду нелепому. Понимаете, вот так у нас в жизни и случилось. Словно в бреду нелепому. Но здесь надо понимать, что через какое-то время понадобятся те качества, навыки и свойства, которые позволят вам выжить одному, вдали от всех вот этих, которые примели защитные свойства, которые, так сказать, предлагали, активно предлагали на все государственные системы. Говорит, мой хороший, мы тебя защитим. И от поноса, и от золотухи, и от разных всяких страшных мячиков с присосками. А ты всего защитим. Иди сюда, иди к нам. И мы тебе все сделаем как надо. Али пинь, 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 пинь. Ну и все, и порядок. Что ж, защитили. Слава Богу. Как перестать анонировать. Вы знаете, дорогой друг. Я думаю, самый простой способ конкретно для вас отрубить руки. Просто одну вы сами себе сможете отрубить, а вторую попросить соседа. Ну, только топор хорошо заточите, и сразу приготовьте винты. Вот эти вот жгуты. Перепинули, и все. Это один вариант. А второй вариант еще под корешок срезать пиписочку. Вместе с этими смурьями. И опс, и все. Тогда руки на месте останутся. Сможете покушать. Все очень просто. Это вам очень простой, так сказать, совет, как перестать анонировать. Как спросили, так и ответили, мой хороший. Кто-нибудь еще хочет спросить что-нибудь? Подобное или не очень подобное? Что думаете о курсе валют госбанков СССР на сайте Банка России? Ничего абсолютно не думаю. Я по этому поводу могу вам сказать то, что знаю. Абсолютно все валюты регулируются из одного центра управления денежными массами. Вот и все. И всегда так было. Вы что думаете, что в СССР кто-то регулировал сам по себе? Что у них нет старшего начальника там, который глядывает за всеми этими территориями, которые называются государствами? Или что здесь все сами по себе? Случайно, вот как вам на уроках истории рассказали, да, какие-то эти бандерлоги с ятаганами бегали, когда-то что-то разделили, и здесь все типа самостоятельно происходит. А вы в эту чушь поверили? И до сих пор, так сказать, думаете о том, что все вот так вот и устроено здесь? Что нет никакого контроля? Что люди сами изобретают разные всякие микросхемы и новые всякие штучки-дрючки, что все как-то вот случайно и само по себе происходит. Вы что, действительно так думаете? Думаете, что нету никого, кто управляет всем этим? Вы глубоко заблуждаетесь. Казахстан, говорит, тоже дожди. Да, это везде, говорит. Глобалисты включили везде дождей. Воды им не хватает. То лазерами, понимаешь, летают жгут там разновсяческих этнических гавайцев, то дожди разновсяческие запускают и водой заливают. Мерзавцы. Хулиганы и паразиты. Что говорят? Что ожидать себе? Ученый один сказал, что особая территория климатических изменений. Да ученых сейчас как собак не лезут. Один одно говорит, другой другой говорит. Он же ученый. Раз он ученый, ему надо чего-то говорить. Потому что, если ученый будет сидеть на жопе и ничего говорить не будет, то какой же он будет ученый? Тогда он получается вовсе не ученый ни разу. Получается, он молчун. Молчун не ученый. Не ученый. А ученому ему нужно подтверждать все время свою ученость. Ему нужно что-нибудь такое выпердило, что-нибудь такое, что у всех глаза на лоб полезли. И вот и хорошо. Все, говорит. Это теперь, говорит, будем искать способы доказывания данной теоремы. И говорит, очень хорошо. Ученый же, вот он и учится. И учит, и учится. Они именно разжигают климатическую повестку. Достаточно давно уже это делают. Климатическую повестку разжигают. Сейчас им просто необходимо это делать. Потому что подошли к тому этапу, когда нужно запускать различные климатические катаклизмы. Для того, чтобы люди поверили в то, что такая угроза существует. Если люди-то не поверят в то, что такая угроза существует, кто же будет пластиковую кашу кушать. Вот это вот. И кто поверит в том, что коровы там, несчастные бедные коровы там пердят. И из-за этого климатические изменения случаются. И всех коров надо замочить. И начать кушать жучков вместо муженинки. Да. Вот так вот у них. А по-другому никак. Это уж надо объяснить людям. Да. То есть надо их закошмарить. Закошмарить до такой степени, чтобы они готовы были что угодно и как угодно. И без штанов, и в жопу, и в ухо. И делать все, что им скажут. Ну, чтобы страшно было. А страшно это надо лазерочком пожечь. Водички мы пустить. Да. Чтобы позадыхались немножко. Пообгорали. А после этого сказать, о, говорят, мы сейчас будем вас спасать. Они же спасатели, самое главное. Вот эти вот. Биллы, Чипы, Дейлы. Там, гаечки, рошфоры, или как их там еще зовут. Они, конечно, забавные все эти. Бедросы, там, педросы, пидоросы. Которые, там, на писечнике, там, по пляжу еще гуляет. Этот доктор зло. Красавец. Мужчина. Понятное дело, что у них на повестке дня веселье предстоит. Со всеми. Вот они и готовятся. Готовят, говорит ли, новую пандемию. А не надо готовить, она уже готова. У них все уже готово. Владимир. Здравствуйте. Помогает ли работа с энерго? Работа с энергией. Слово работа. Вы начните с понимания слова работа, дорогой друг. Что такое работа? Работа это рабский труд. Вот что такое работа. Пока используется слово работа, ничего хорошего в жизни происходить не будет. И здесь нужно понимание еще следующее. То, что даже если человек понимает, в чем отличается работа от труда, если он употребляет слово работа, это вы достаточно уже. Отказывайтесь от слов программаторов. Спасибо. Работа. Работа. Вот это все. Этот швак желательно разумным людям сливать из себя навсегда. Конечно, сложно сразу отказаться от тех шаблонов, которым так привыкли, приучили с детского горшочка. Владимир, добрый день. Правда, что после квантового перехода нет никаких квантовых переходов. Вот это видео, которое у меня там случилось по поводу квантового перехода, это же стек. Там в конце все ясно, четко и понятно. Какая-то тетка в свое время замутила идею квантового перехода, потом какой-то еще дядька, помимо этой тетки, говорит, нет, говорит. Это не тетка, это я, говорит, дядька квантовый переход придумал, это я, говорит, о нем рассказывал. Я одного послушал, второго послушал, и потом стебанулся в свое время. И на все этой браде, как же они писать-то начали все, сразу говорит, Владимир, вы что там, это не ваше, это там чье-то. Я говорю, вы последние слова-то в видео хоть слышали, вы хоть чуть-чуть, говорит, до конца дослушали вообще, о чем там, что это такое вообще. Нет, говорит, никого не интересует. Говорит, у Ленина, это как собачки Павлова. Некоторые как собачки Павлова. Все. Вот эти простейшие рефлексы, как жабу распотрошили на уроке биологии, да. Вот, и все. Лягушечку припарировали. Владимир, добрый день. А, да-да-да, вот про квантовый перехват я вам уже рассказал. Нет никаких скачков квантовых, прыжков нету, ужимок тоже нету. Все происходит естественным образом. Безо всяких скачков, прыжков и ужимок. Что мне делать? У меня камень месяц стоял в шейке желчного пузыря, а теперь прошел дальше 27 мм на 10 мм. Сейчас просто в растерянке. Ну, необходимо принимать определенные препараты. У нас такие есть, которые полностью растворяют любые булыжники. И конкременты, которые высокой плотности, и те, которые мягкие, пожалуйста, никаких сложностей нет. Не надо теряться. Есть телефон, в***, Юли, через который вы можете записаться на консультацию. Уже все, по-моему, знают, кто у нас на канале есть. Но, может быть, вновь кто-то пришел, я повторю сейчас. Плюс 7 4 9 9 638 3184. Это, в***, Юли, пожалуйста, записывайтесь, я проконсультирую. Как правильно благодарить? Благодарю. Вот и все. А что еще? Спасибо. Спаси тебя Бог. Переводится, да? Кого спасать? От чего спасать? А что, человек не из Бога создан? Соткан, да? Он, да, из говна и пыли. То есть все остальное из Бога, а человек из говна и пыли, да? Создан. Или как это понять вообще? Спаси тебя Бог. А что тебе? Совсем плохо? Тебя надо спасать? Совсем все, жопа наступила? Что? Смысл слова спасибо? Вы вообще поймите, что это такое? Благодарю? Благодарю? Делюсь благом? А спасибо. Спаси тебя Бог. Совсем хреново, значит, тебе. Раз тебе Богу надо тебя спасать. Какому-то Богу. Бог причем не внутри. И это еще большее заблуждение. Человек сам является Богом, состоит из Бога. Человек. Людям просто этого не понимаем. Поэтому и страдаем. Владимир, доброго здравия и прорептила эта информация извне или есть какие-либо доказательства? Ум все время ищет пруфы, так называемые. Вот достаточно часто люди пишут. А Владимир, а где пруфы? Пруфы дайте! Друзья мои, если вы хотите искать доказательства, ищите. Разумному человеку поиск доказательств не требуется. Он просто знает, и все. Этого достаточно. Ну, а если нужны поиски доказательств, пожалуйста. Можно обратиться к самым умным профессорам, академикам, специалистам. Вот к кому надо обращаться. И этим можно заниматься бесконечно долго. А еще себя можно развлечь. Если денег девать некуда, вы же будете приходить. С вас же деньги там еще будут брать. Мне говорят, академик и профессор. Что, он бесплатно, что ли, будет вам ахинею нести? Свою нет. Только за деньги. Петр Петрович, академик, вам рассказал о том, что это так. А вы к Василию Васильевичу приходите, к академику. Говорит, тот, говорит, говорит, черт, говорит, лысый. Говорит, ни хрена не знает. Вот я знаю. Да. Я все эти доказательства вывел, нашел. И вот только мои доказательства правильные. Он говорит, давай, говорит, еще в кассу денег занеси. И, говорит, сейчас я тебе свои доказательства представлю. А потом вы к Степану Петровичу идете. Степан говорит, да эти два, говорит, дурака, говорит, вообще, говорит. У них, говорит, липовые все эти академические дипломы. Вот я, говорит, я точно знаю. Да. Поэтому сейчас то же самое. Говорит, давай, говорит, иди в кассу. И все, я тебе все расскажу. Хорошо. Путешествия бесконечны за профами. А в это время мир меняется. Вы что думаете? Мир всегда одинаковый, и он не меняется? Постоянно в изменении. Поэтому и Петр Петрович, и Степан Степанович, и Феликс Карлович, и все остальные, они не только думают о том, что они что-то знают. А еще у них есть бумажки, чтобы дурить всех остальных. А если вы что-то хотите знать, чувствуете и эту информацию сердцем, тогда будете знать. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!